Жители края смогли задать свои острые вопросы губернатору Камчатки Владимиру Илюхину. Эта возможность появилась у них во время встречи с активом Федерации профсоюзов Края. Больше всего людей волновали вопросы по поводу изменений в пенсионное законодательство. Вот для камчатцев сидят, они все молчат, и никто не знает. Забавят, не забавят. Вот давайте мы сейчас пенсионный фонд попросим, и они очень профессионально всё скажут. Пожалуйста. Дайте микрофон. Сегодня с принятием федерального закона 350-го, который уже подписан Советом Федерации 3 октября, возраст выхода у женщин на территории Камчатского края будет в 55 лет, у мужчин в 60. Но женщины, которые имеют двоих детей и имеют 12 лет камчатского стажа у районных Крайнего Севера и 20 лет страхового стажа, у них будет право выйти на пенсию в 50 лет, как и сегодня. Ещё один вопрос к главе края поступил от студенческого сообщества. Вы обещали нас? Обещал, автобус обещал, да. Да, я не знаю. У нас в Киеве сидят есть общежитие, мы можем это обеспечить. А какие вулканы, они могут обеспечить людям? Идут же, где едут, у вас появится всё в том же состоянии. Вот этот автобус сейчас, Владимир Иванович, приобретается Камчатским политехническим техникумом, как автобус для образовательной организации. Но техникумом будет дано задание обеспечивать в его студентах, проживающих в Вилючинске. И когда это будет? Ну вот мы сейчас провели конкурсную процедуру, я думаю, в ноябре будет, и мы организуем всё это торжественно. Как приедет, я вот сюда, без леточки, но на первый рейс я сам приду, можно с студентами проеду, хорошо? И узнаем, сколько билет будет стоить. Билет сколько будет стоить? Кто там в этом? Бесплатный будет, бесплатный. Да, для студентов, которые вы привели. Выступали участники встречи с предложениями. Так, сотрудница медицинской организации попросила губернатора рассмотреть возможность обеспечивать доступной рыбой не только жителей полуострова, но и конкретные учреждения. В частности, речь шла о больницах. Я сегодня не могу упрекнуть наших рыбопромышленников, потому что и в прошлом, и позапрошлом, и в этом году огромное количество рыбы было роздано, передано и в детские сады, и в пенерские лагеря, и в школы. Это так на самом деле. Значит, ну, Владимир Михайлович, ну давайте, может быть, мы по лечебным учреждениям там какую-то отдельную такую вот инициативу придумаем. Я думаю, что наши рыбопромышленники не откажут, конечно, но я должен сказать, что значит дороговато. Вот правда. Сегодня, вот вы сейчас, сейчас то, что я скажу, наверное, в зале вызовет у кого-то усмешку, у кого-то раздражение. Но я вам со всей партийной ответственностью хочу сказать, что сегодня то, что это белорыбец и некоторых видов рыб дешевле, чем на Камчатке, правда, на Дальнем Востоке рыбы нигде нет. Вот по-честному совершенно говорю. Помимо простых жителей, сотрудники предприятий и организаций края задали губернатору вопросы о состоянии жилищно-коммунального хозяйства, итогах путины, заработной плате, размере мрот и организации пассажирских перевозок.